Многие надеются, когда делают посты в Инстаграме на хэштеге, на теге и на геотеге. На хэштеге вы можете не надеяться. По хэштегам в Инстаграм фонда «Подобили жизнь» минимальный приход. Просто даже нет одного процента. Мы не набираем по хэштегам. Я всегда говорю, если вы хотите использовать хэштеги, первое, что вы должны понимать, это никогда не использовать хэштеги «миллионники». Например, если вы помогаете детям, хэштег «дети» — это плохой выбор. Потому что по этому хэштегу подается порядка 6 миллионов постов. Это значит, что люди делают примерно по 100 постов в секунду. И ваш пост быстро уйдет на самое дно, и никто его не увидит по этому хэштегу. Когда вы выбираете хэштеги для своих картинок, используете хэштеги до 100, максимум до 200 тысяч. Тогда у вас есть надежда попасть на вашу целевую аудиторию, на людей, которые будут пробивать вот эти конкретные хэштеги, и они будут приходить к вам в посты. Но вообще, я себя за то, чтобы фонд разработал свои уникальные хэштеги. Для того, чтобы в том числе вам было удобнее самим вести рубрики. Например, вы делаете хорошие истории, вы их постите под хэштегом «Фонд подарит жизнь хорошая история». С хэштегом может произойти неприятные истории, и их иногда обгоняют. У нас, например, хэштег «Украли». Есть хэштег «Подарит жизнь», и если вы зайдете в Инстаграм, под этим хэштегом вы увидите, что там совсем не новости фонда «Подарит жизнь». Мы много раз пытались связаться с этими людьми, это бесполезно. Поэтому старайтесь придумать ваш уникальный хэштег, так, чтобы он не подходил больше никому. Что касается тегов. Теги, чем отличаются от хэштегов? Хэштег — это решетка, теги — это собачка, когда вы тегите каких-то пользователей. Обязательно тегите пользователей не только в тексте, но и на фотографии. Потому что, когда вы ставите тег на фотографии, вы попадаете в отмеченные в его профиле. И когда люди будут смотреть профиль, например, какого-то артиста, который к вам приходил, они будут видеть ваши фотографии у него в профиле. И геотеги. Вот по ним, кстати, приходит очень много народу. Используйте обязательно, ставьте геотеги. У нас порядка 10% аудитории приходят к нам просто потому, что мы ставим геотег, там, какой-нибудь, ну, мероприятие в парке Горького, мы ставим геотег в парке Горького, да? 10% аудитории пришло, и они остаются. Это действительно очень здорово. Геотеги пока работают. Кстати, еще почему не работают хэштеги? Потому что люди, очень много недобросовестных людей, которые ведут Инстаграмы. И под хэштегом «Помощь детям» могут приходить в магазин ресниц, там, еще что-нибудь. Просто потому что они ставят вообще все подряд. Поэтому хэштеги, в принципе, практически бесполезны. Делать промо вашего Инстаграма я вам советую с группой поддержки ваших фонда и с опиньон-мейкерами вашей телевой аудитории. Но самое важное – это сделать так, чтобы вам удалось найти опиньон-мейкера, который вас искренне поддерживает. Потому что нет ничего хуже, чем фальшивый заказной пост в Инстаграме. Это просто бросается в глаза. Это невозможно скрыть, особенно, когда дело касается некоммерческой организации. Еще возможно, прекрасно, возможно, написать рекламный пост того же в магазин ресниц, и никому не бросится в глаза. Но написать рекламный заказной пост для некоммерческой организации не бросится в глаза, если ты искренне ее не поддерживаешь, невозможно. Вы напрягёте армию хейтеров. Группа поддержки вашего фонда – это ваши волонтеры, ваши друзья, все, кого вы можете попросить поддерживать вас, все, кто к вам приходит и искренне болеет вашей миссией. Обязательно обращайтесь к звездам. Это моя плохая новость для вас. Это самый надежный способ промоутировать ваш Инстаграм. Как только к вам придет какая-то звезда, как только вам удастся сделать так, чтобы вам пришла какая-то звезда, обязательно просите эту звезду сделать любое фото, любого качества и разместить в своем Инстаграме, оттегив вас. Для этого вам придется писать пост самим. Скорее всего, придется снимать звезду тоже самостоятельно, полностью готовить этот пост и высылать ему, и несколько раз напоминать о том, что он ему должен это выложить. Но это приведет к вам самое большое число аудитории. Если вы все же решили делать промо с популярными людьми, которые пока еще не входят в вашу группу поддержки, то я вам настоятельно рекомендую провести несколько дней перед тем, как вы обратитесь за помощью, изучая профиль человека, которого вы будете просить о поддержке, которого вы будете просить написать пост. Есть вот такой прекрасный фунт розочка, давайте все вместе завтра с ними соберем одежду для бездомных. Изучите профиль и посмотрите, какова его вовлеченность. Что такое вовлеченность? Это количество комментариев, не только лайков. Посмотрите, сколько не просто комментариев класс, здорово, красиво, на какой фотик снято, обычно они пишут, а сознательных, осознанных комментариев. Очень многие профили, к сожалению, слишком многие профили, это профили, в которых идет накрутка лайков для того, чтобы дороже продавать размещение информации. С этими профилями у вас вообще ничего не выйдет, и вам никогда не удастся убедить их разместить вас бесплатно. А я за то, чтобы все размещались бесплатно, мы никогда, например, не платим за то, что кто-то рассказывает о нас в Инстаграме или в какой-то другой сети, это политика фонда «Подари жизнь». Можно спросить? Да. Тоже кажется, что очень странно, просить деньги зарабатываются в инстаграме, но люди-то нормально не требуют, когда это было, конечно, нескладно разместить их. То есть никто не требует, кто их заплатил. Вы знаете, все требуют, но в 90% случаев вам пришлют в обратку ценник, сколько это будет стоить. Но иногда, если мне очень важно это сообщество, то я впускаюсь в дискуссии с модератором, рассказываю, почему он должен, почему его подписчикам это будет интересно. Тоже мы понимаем, что я обращаюсь только к уже хорошо проанализированному моему профилу и смотрю, что человек действительно что-то постит на социальную тематику, я не приду к какому-нибудь человеку, который постит случайно по скетбольным вещей и не скажу, давай его размести к посту «Подари жизни». Нет. Естественно, я смотрю, чтобы у него была аудитория, которая потенциально интересна, я пытаюсь убедить. Но вообще, если присылать ценник, в основном это не удается. Тем не менее, при том на качестве людей, действительно, соглашаясь рассказать, как правило, эти люди потом приходят в доме какое-то мероприятие, мы приглашаем или смотрят, действительно, проникаются какие-то идеи, вам нужно будет действительно подготовиться к приходу такого человека, чтобы он все увидел, с вами глазами, чтобы он все подрыл, чтобы он сделал пост. Это будет очень большая работа, это самая большая, наверное, часть работы человека, которому нужно делать промо в социальных сетях, обрабатывать переписку со всеми модераторами сообщества. Это большая и очень часто пустая работа. Еще очень хороший вариант промо это партнерские посты с популярными ресурсами. Если вы делаете какую-то акцию, например, вы придумали, что 1 рубль с каждого проданного мишки в каком-нибудь магазине идет в ваш фонд, то я усоверяю, что этот магазин будет очень рад сделать пост об этом, рассказать о вас и поставить тег. Это тоже хороший вариант промо, люди приходят. И я всегда предупреждаю, еще раз повторяю, никогда не заказывайте посты за деньги. Не только потому, что в принципе вы, наверное, не имеете права этого делать, но еще и потому, что у вас будет масса проблем с блогерами, потому что блогер все равно будет снимать контент, который подойдет под его видео и фотогамму, который вы никак не сможете проконтролировать, он не пришлет вам его на согласование. И, скорее всего, вам не понравится то, что в итоге выйдет в этом блоге. Тем не менее, если вдруг вы решили заказать у кого-то из звезд что-то, вы должны понимать, что если вы не платите, то какая-то выгода все равно у блогера должна быть. Какая выгода может быть у блогера, который отдаёт вам свою площадку под один пост? У него может быть выгода доступа к какому-то событию. Блогеры очень любят ходить действительно на яркие события, на какой-нибудь фестиваль цветов в саду-огороде и так далее. Это действительно очень классное место. Может быть, репутация, престиж, взаимодействие с вашим фондом. Это может быть просто эмоции, потому что блогер вы ему объяснили, он действительно проникся тем, какую работу вы делаете, он посетил ваше мероприятие и сказал, да, это круто. Для него тогда эмоции будут то, самое выгоды, ради которой он это делает. Это может быть его медийный вес, если он никогда не делал никакие благотворительные посты, ему действительно не хватает доверия его аудитории, он вполне возможный, крутой блогер придет к вам просто за этим. Это действительно возможно. И, наконец, он может прийти ради коллаборации. То есть, если вы приглашаете несколько медийных персон, или вы приглашаете, вы проводите мероприятие на какой-то площадке, с которой у этого блогера могут быть цели интересов, он придет просто ради коллаборации, для того, чтобы познакомиться с нужным людьми. В остальных случаях блогер, скорее всего, вам откажет. Наверное, на данный момент это была моя основная информация, и мне бы хотелось, чтобы вы задали какие-то вопросы, потому что, наверняка, у вас они есть. Я оставлю на слайде, который вам больше всего приходится.